сегодняшний урок у нас продолжение предыдущей темы а именно скининг только в этот раз мы уже попробуем заскинить доспехи к телу нашего персонажа и нужно это сделать естественно не с нуля как будто вот мы человека скинили а очень быстрым путем соответственно я покажу как это делать также мы с вами добавим недостающие кости на пальцы только на большие пальцы рук и сюда и поговорим про импорт экспорт скина ну еще про пару мелочей значит насколько мы помним мы в прошлый раз за скинили персонажа немножко его там покрутили посмотрели как он работает и вот допустим он остался у вас какой-то позе определенный здесь есть два варианта можно выделить самую первую кость сделать целый иерархии и все это дело обнулить он станет в а позу изначально можно сделать другим путем если мы выделим какую-то из костей любую можем увидеть что кроме skin кластер нода здесь еще присутствует байн полус нода и она называется байп ос 1 то есть она как бы на каждой кости одна и та же с одним и тем же именем вот это байп осно да она как раз отвечает за начальную позу нашего скелета то есть данном случае это а поза если мы сейчас через гибершейт удалим эту байн полус ноду то когда дальше мы начнем работать скелетом она в дальнейшем опять автоматически создастся но уже за основную позу примется вот вот эта поза который стоит наш персонаж при которой я удалил ее зачем она нам нужна есть очень удобная команда давайте зайдем меню риггинг очень удобная команда это год байп ос для того чтобы не выделять все кости не сбрасывать можно просто выделить или персонажа или скелет нажать скин гол тубайн олз все то есть у нее просто в этой ноде у нее как бы запах она запоминает координаты а позы и в дальнейшем туда прыгать значит я на основе нашего тела экструдом создал доспехи кавычках и сейчас покажу как быстро можно их прискинуть обнулим транслейты вот наши доспехи прыгнули на тело давайте сразу же добавим доспехи в скин то есть сейчас здесь нету скин кластер ноды в отличие от тела выделяем весь скелет и выделяем доспехи скин байнский можем посмотреть что получилось как мы можем видеть получилось так же как в самом начале когда мы только-только начинали скинет тело у него тоже примерно подобным образом двигалась двигался маш и чтобы нам не скинет все это дело заново как мы это делали с телом человека существует копирование скина с одного объекта на другой а именно делается это так выделяется объект с которого мы хотим копировать скин и с шифтом зажимаем выделяем объект куда мы хотим копировать скин заходим скин copy скин в рейтс в настройках есть типы копирования но как правило по умолчанию работает хорошо копи все но она кажется что ничего не произошло на самом деле команда сработала и если теперь мы выделим joint можем видеть что у нас плечевой сустав двигается уже совсем по-другому не так как до этого прошу заметить что вы не получите такого же идеального скина точно так же выглядящего скина как у тела почему потому что о у доспехов есть определенный аффсет то есть толщина вот их да и соответственно конечно же хоть веса и скопировались там с каким-то может аффсетом но есть небольшие неточности недочеты которые вы должны потом будете просто взять руками и поправить то есть если мы зайдем просто берете и как вам нужно править но мы сейчас не будем это заниматься этим дальше теперь давайте добавим на большие пальцы рук добавим новые кости как это можно сделать но чтобы перспективном пространстве координат мы не не делали это хотя это тоже можно давайте зайдем в ортогоналку и добавим здесь скелетон create joints давайте добавим все лишь одну кость не будем давайте даже две для наглядности 1 2 теперь опять нажимаем клавишу j повторить и точно так же делаем здесь 1 2 все нажимаем q перейдем сюда видим что естественно наши кости добавились в в нулевые координаты потому что мы создавали их с ортогональной проекте давайте выделим их так вот твой чуть подвинем вперед подвинем приблизительно в то место где у нас пальцы вот я с шифтом двигаю так это подвинули и теперь крайние костяшки тоже подвигаем на самом деле здесь они не нужны но пусть будут для наглядности вот теперь все все что нам остается это добавить в иерархию вот вот этой кости нажмем клавишу p случайно я зацепил оу клавишу п оу это у меня настроенный ход кей это не по умолчанию пока еще оу у меня открывается аутлайнер и точно так здесь здесь нажимаем как мы можем видеть на данном этапе ничего не работает нам еще кстати более-менее повезло с осью координат в отличие от колен мы этим займемся чуть позже но давайте пока добавим это в скину значит как добавить вот эти кости в скин то есть если например вот эти кости работают влияют то вот эти как можно видеть не работают на них даже нет скин кластер ноды не байн фолст ноды низкий кластер делается это так выделяем кость зажимаем shift выделяем мэш заходим скин иди ты на фьюнс это инфлюнс то есть это говорит нам о том что мы добавляем скин вот эту вот кость то есть мы веса на нее добавляем теперь на самом деле нужно сделать то же самое с этой кости ну можно нажать j то есть повторение предыдущих предыдущей команды также здесь проще это делается просто выделив первую кость и нажав селки ирархи по идее должно добавится давайте попробуем так так добавилось теперь если мы будем крутить то они все равно ничего не будет срабатывать почему потому что вот здесь один флюнс по умолчанию у меня стоит галочка лок вейтс то есть самом деле если я сделаю резет по умолчанию эта галочка здесь не стоит но когда она здесь не стоит то скажем так один флюнс он автоматически распределит веса для этих костей и он может нам испортить наш скин то есть может он куда-то не в то место добавить поэтому я всегда блокирую веса чтобы этого не произошло и таким образом кость наша вот это вот на пальцах она добавляется в скин но она добавляется в скин без единого веса веса то есть у нее стоит замочек чтобы она ничего тут случайно не испортила вот этот первый замочек отключу давайте добавим веса так можно здесь уже не рисовать вот сгладим один раз и добавим на кончик тоже кончик нам кстати не нужен все теперь у нас здесь палец работает конечно же на самом деле у нас наш палец он состоит из скажем трех фаланг и естественно трех суставов и по правильному у нас должна быть одна кость первое вот здесь вторая вот здесь и третья здесь но я не учитывал как вот здесь я не учитывал анатомию пальцев потому что они и так кривые здесь сейчас у нас вопрос в том как добавлять скин новые джонты а дальше вы сами можете куда вам нужно подвинуть кости и сделать нужное количество суставов сейчас речь не об этом так же и здесь тоже зайдем найдем наши пальцы их довольно легко увидеть они вот там где замочки я верхний убираю чтобы потом когда нижний красил чтобы веса брались с верхнего и тоже здесь закрашиваю добавляю смуза слишком сильно добавил также здесь тоже даю на кончик пальцев все теперь здесь как-то как-то криво палец работает то есть так конечно же не должно быть хорошему кость нужно в другом месте ставить но сама суть ясна вот дальнейшем нашим шагом дальнейшем нашим шагом будет исправление ситуации с коленом на самом деле ее можно исправить и не не удаляя скин то есть прям здесь делается это так выделяется колено то есть мы сейчас первую колено сделаем по одному способу потом вторую друг другим способом выделяется колено и нажимается клавиша f8 напомню f8 кто моделит это переход в режим скажем компонентов то есть вот у нас режим объектов а если мы нажимаем vertex это уже режим работы с компонентами вот клавиша f8 она дает вот вот здесь дает переключение точно так же если мы выделим кость нажмем f8 мы перейдем в режим компонентов только вначале надо выделить эту кость и перейти в ротейты вот и еще самая важная вещь когда мы перешли в режим компонентом надо вот здесь вопросительный знак включить чтобы отобразились координаты и теперь можно не координаты оси теперь мы можем это все дело крутить как как нам хочется точно также сейчас я нажму f8 верну обратно точно также можно не клавишей f8 это делать а вот нажать вот здесь то есть это принципе тоже самое и не забывайте стать вопросительный знак знак это как бы фильтр только уже фильтры на компонентах вот и выставляем колену так как мы считаем нужным в таком положении как она должна правильно сгибаться ну и проверяем вот все теперь можем видеть что колено сгибается чуть более правильно вот а эту колено давайте мы пофиксим другим способом мы сейчас сделаем импорт экспорт весов то есть скина именно допустим бывает случаются ситуации когда нам нужно скин с нашего персонажа там или объекта удалить этих ситуаций может может быть множество но иногда такое бывает и для то чтобы удалить нам нужно сохранить наш скин над которым мы долго работали чтобы он не потерялся соответственно вот видите проблемы заметил проблемы со скином такого быть не должно это надо все чистить ну ладно это это понятно и так вот и поэтому мы сейчас его сохраним делается так есть несколько способов есть способ сохранять скин через экспорт вейт мэпс и импорт вейт мэпс но эта штука хорошо работает когда у нас хорошая юви развертка на объекте то есть сейчас у нас не очень хорошая юви развертка поэтому это туза может работать не совсем корректно намного корректней работает экспорт весов через меню де форм он находится не только в ригинге но много где поэтому вот захватываем де форме здесь внизу есть экспорт вес и импорт вес нажимаем экспорт вес выбираем путь давайте на диск d нажимаем как-то называем его нажимаем экспорт все на данном этапе скин за экспортился то есть сохранился на диск d и теперь мы можем его удалять чтобы его удалить нам нужно зайти в меню скин и нажать он байн скин это удаляет скин кластер ноду и соответственно скин с костей то есть именно с выделенного объекта конечно же на доспехах у нас все дело это осталось все и теперь вот если мы кости двигаем конечно же мэш никак не влияет то есть скин удален вот и теперь мы можем допустим как хотим крутить кости до выставлять как нам нужно и потом в будущем уже вернуть скин обратно но сейчас нам нужно другое нам нужно точно также здесь починить наши оси сделаем это правда как мы уже видели это можно делать и без удаления скина ну например вам нужно что-то другое вы хотели что-то совсем другое изменить то в чем без удаления никак бывает такое например вот здесь разные параметры вот например допустим мы поправили что-то и теперь хотим вернуть скин обратно значит первым делом нам нужно его добавить как стандартный то есть выделить скелет выделить мэш нажать скин банкин все мы добавили стандартный скин он работает коряво а теперь просто выделяем мэш и из нашего файла и меню деформ подгружаем наш тестовый файл все так как у нас наш легкий весит мало все это происходит быстро если теперь мы подвигаем то то не сработало давайте попробуем еще раз импорт прошу прощения я не переключился в диск d соответственно я подгрузил не тот не тот файл скина он как вы видели называется точно так же но лежит другом месте еще раз open еще раз импорт и теперь он точно должен нормально работать но вот наш скин вернулся обратно как вы можете понять кроме доспехов мы можем скин добавлять таким образом как копийский ведь мы можем добавлять и наручники и на голень защиту обувь то есть можно полностью как в the sims игре можно полностью одевать персонажа и таким образом быстро его скинить значит вашим домашним заданием будет нужно будет добавить кости на пальцы дальше будет веса добавить на эти пальцы то есть заскинить их потом в дальнейшем вам нужно будет хотите добавьте не два а три что было по нормальному по анатомичному потом под подвигайте эти кости в нужные места не просто таким образом а пожалуйста подвигайте их с помощью muskin joint мы это разбирали то есть да куда вы считаете нужным потренируйтесь дальше вам нужно будет сохранить скин в деформ файл за экспортить потом удалить его он байн и поправить колени и только после того как вы поправили колени заново его за импортить успехов